Доброе утро! В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте! Национальное агентство по предотвращению коррупции позволило депутатам Верховной Рады не декларировать средства, связанные с выполнением депутатских полномочий. Теперь депутаты могут не декларировать автопарк своих дорогих автомобилей, на которых они ездят на работу, что автоматически связывает их с выполнением депутатских полномочий. А если депутат сделает на своей яхте общественную приемную для населения, можно будет не декларировать и ее. И главное преимущество – можно не декларировать взятки, ведь все они связаны с депутатской деятельностью. Продолжаем тему коррупции. В 2017 году только одного человека в Украине реально посадили в тюрьму по коррупционной статье о присвоении бюджетных средств. Несмотря на такие низкие показатели, прокуратура уже побила свой прошлогодний рекорд, посадив ровно на одного коррупционера больше. Фамилия и имя осужденного не разглашаются. Во-первых, чтобы коллеги не засмеяли, а во-вторых, могут еще отпустить, если он предложит хорошенькую сумму. Согласен. Национальная полиция запускает новый отдел полицейских детективов, благодаря которому должно повыситься качество сбора доказательств и увеличится уровень раскрытия преступлений. В первую очередь в новый отдел попадут полицейские, которые посмотрели все серии Колумба, Пуаро и Шерлока Холмса. Также МВД планирует закупить трубки, лупы и плащи. Зачем? Ну как зачем? Это же элементарно, Вика. Они хотя бы будут делать умный вид. Министерство юстиции презентовало новую услугу. Электронная регистрация брака. Желающим заключить брак можно подать заявление в три клика мышкой. А если вы от Евгения Михайловича, тогда в два клика. Нет, сама идея министерства, конечно, неплохая. Но только, боюсь, теперь саму свадьбу будет праздновать в электронном формате. По скайпу. А деньги молодоженам на карточку можно сбрасывать. Эх, если бы в министерстве обязали тещу посещать детей только виртуально, цены бы им не было. Саша. Ладно. Украинцам надоело сидеть в офисах. По данным исследования, в этом году количество зарегистрированных специалистов, работающих фрилансом, выросло почти в три раза. Для тех, кто не знаком с понятием фрилансер, рекомендуем посмотреть одно заседание Верховной Рады. Потому что именно нашим депутатам удается лучше всего в стране работать на удаленке. Это правда. Укар-залезныйцы заключила контракт на приобретение пассажирских вагонов-трансформеров. Трансформирующаяся мебель в новых вагонах позволит увеличить количество предлагаемых мест на 27%. Ого! Деньги на новые вагоны можно было бы сэкономить. И просто дать свободу действий проводникам, которые при желании могут увеличить вместимость вагонов на 127%. А сэкономленные деньги потратить на трансформирующиеся туалеты, которые помогли бы уменьшить санитарную зону ну хотя бы на 27%. Да. В Испании водители будут наказывать за одежду и обувь, которая может мешать нормальному управлению автомобилем. Штраф за езду в плавках или купальнике составит 80 евро. Ну, я считаю, что в испанской полиции погорячились. Мне, например, в стрингах водить автомобиль намного легче. Я становлюсь сразу максимально сосредоточенным. У меня обостряются все чувства. Я еду очень и очень аккуратно, потому что каждая кочечка, каждая ямочка не проходит бесследно. Призывается в память надолго! Что, правда, стринге одеваешь? Ну, у меня такие расширенные. Отдыхающим посоветовали не делиться своими фотографиями в социальных сетях. Британская компания провела опрос пользователей, согласно которому удалось выяснить, что 73% опрошенных раздражают фотографии друзей из отпуска. Да. Мальдивы эти выставила она. Поэтому, если вы хотите, чтобы после отпуска ваши коллеги с вами здоровались, перед отдыхом за границей сделайте фотосессию на даче с лопатой и выкладывайте эти фото. Да, еще один совет. Не выкладывайте фотографии с моря, когда вы на больничном. Подробнее об этой новости смотрите в нашей постоянной рубрике «Очевидец». Лето в самом разгаре, на курортах полно людей, очереди даже на аттракционы. Если вы хотите покататься, то включайте смекалку. Давай, давай! Об этом и многом другом смотрите в нашей следующей рубрике. Внимательно смотрите. В этом году украинские пляжи забиты как никогда. И даже чтобы сфотографироваться, нужно тщательно подбирать фон. В среду, в свой профессиональный день, отметили фотографы. Эти люди готовы на все ради эксклюзивного фото. Как показывает опыт, в работе фотографа главное не фотоаппарат, а умение выбрать правильный ракурс. Повар из Голландии приготовил бургер стоимостью почти две с половиной тысячи долларов. Видимо, на этот поступок повар натолкнул косячок за пару штук баксов. Америка не перестает нас удивлять. Там предлагают купить купальник из пиццы. Но летом все же лучше купальник из арбузов. Они и дешевле, и прохладнее. А если у вас грудь маленького размера, то лучше приобрести купальник из капусты. А в лентах социальных сетей все больше и больше фотографий с отдыха. Подробнее об этом в нашей рубрике «Очевидец». Если вы вслух материтесь, когда просматриваете в социальных сетях фотографии друзей с отдыха, тогда наша сегодняшняя рубрика «Очевидец» для вас. Как не сойти с ума и отдохнуть прямо на рабочем месте, расскажет наш очевидец Евгений Бесотпускный. Здравствуйте, Евгений. Ага, с инклюзивом он отдыхает. А мне полтос до зарплаты занять не мог. Ничего, ничего, тебе вирусов на ком подброшу, будешь мне 300 баксов должен сполнить. Ага, Евгений, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Скажите, когда вы поняли, что не поедете в отпуск? Когда ногой дверь своего начальника открыл и спросил у него про отпуск. А, и что вы теперь будете делать? Как замените поездку на море? В первую очередь я набрал тазик песка с водой и поставил под столом. Развываюсь и ножки на песочек ставлю. И вам этого хватает? Ну, конечно, нет. Еще на компьютере включают звук моря. А, ну и понятно, и крики чаек. Нет, чайки не включаю, я просто бухгалтерша в Ютьюбе дизель-шоу ставлю. Зачем? А у нас бухгалтерша ржет, как чайка. И все-таки, как организовать подобие отпуска на работе? Ну, вот вы бы куда хотели поехать? Ну, естественно, на море. Ну, хорошо, на море, пожалуйста. Вот, вы уже на море. Морская свежесть. А, похоже, похоже. Ну, а, кстати, не все же хотят поехать на море, да? Многие хотят в горы, например. Как быть с этим? Все очень просто. Врубаешь кондиционер на минимум. Так. Одеваешь шапочку. Залазишь в спальный мешок. Ломаешь ногу. И все, ты в Карпатах. Ну, и, конечно же, горный воздух. Что это такое? Ну, теперь мы как бы в лесу. Да. Можно даже грибов поесть. Правда, вы тогда сразу окажетесь в Голландии. Класс, класс. Ой, фух. А как еще у вас в офисе отдыхают? Ну, например, Надежда Николаевна недавно в Париже побывала. Неужели того это? Нет, что вы, типун вам на язык. Просто целыми днями круассаны жрет. Ах. А сегодня в запой ушла. С горя. Вы что? Сегодня же день взятия Бастилии. А, точно. Поздравляю с этим с праздничком. Спасибо. А вот наш Александр Анатольевич, юрист, вообще из Грузии редко возвращается. Ну, а как же он тогда работает? Знаете, он как-то умудряется подчачей работать. Еще и каждые выходные нашего айтишника в Грузию возит. Извините. А это что? Цитрус. А, я понял. Теперь мы где-то в Испании, да? Нет, это с отдыхом никак не связано. Извините. А, бывает. Вот тварь, урод. На море он стоит с двумя бокалами пива. Чтоб тебе мальчик, пробегающий мимо, насыпал песка в эти бокалы. Полюбуйтесь. Ого, аж два. Да, повезло ему. Хоть не заходи в эти социальные сети вообще. Да, точно. Ах ты, сволочь, в бассейне он плавает. Да чтоб ты список увидел всех тех, кто в этот бассейн дзюрил. Можно я сейчас попробую? Да, пожалуйста. Уже нервов на них не хватает никаких. Ах ты ж скотина, а? Ты посмотри, с целым подносом креветок стоит. Вот тупырь, а? Нет, нет, это нормальный. Он просто на пляже креветками торгует. А, да? А вот, загорает он на лежаке, а? Да чтоб ты сгорел. Потом за сметаной пошел. И только горчица в магазине осталась. Здорово, вы придумали. Ага. Вот, один нормальный человек вообще. На огороде с тещей. Радуюсь, что есть еще те, которым хуже, чем нам. Точно. Блин, честно говоря, самому ваш в отпуск захотелось. Извините, мне пора бежать. Куда? В отпуск. А, я понял. Под кондиционерчик, тазик с водой, с песочком, да? Да нет, жена только что достала горячие путевки в Анталию. Поедем посмотрим, так ли там плохо на этом море, как говорят. Всего доброго, хорошей вам работы. До свидания. Ну, урод. Чтоб ты в пробку на Бориспольской трассе попал. Чтоб ты плавки маленькие взял, а тебе весь отдых натирали. Чтоб ты в бар приходил, а тебе нормальное спиртное закончилось. Где пульт у нас от кондиционера? И тазик мой с водой я понять не могу. Хорошего отдыха вам, друзья. Ученые выяснили, что улыбка визуально старит людей. А удивляясь, люди наоборот выглядят значительно моложе своих лет. Да? Да. О, то есть теперь получается, чтобы выглядеть помоложе на фотографиях, нужно не улыбаться, а удивляться? Да, да. Вместо чиз говорить курс 38. Сколько? Реально? Ого. Кстати, слушай, давай проверим. Ну, давай, улыбнись. Угу. А теперь удивись. У-у-у. Улыбнись. У-у-у. А ну, удивись. У-у-у. Улыбнись. У-у-у. Мне кажется, приблизительно так и выглядел рабочий день этих ученых. У-у-у. Не, подожди, стоп. Смеяться же нельзя. Мы будем старо выглядеть. Попробую тебя сейчас сильно удивить. А ну, давай. Я куплю тебе шубу. Угу. А что ты не удивлялась? А потому что я это знаю. Потому что я нашла твою заначку на лодку. Там и на шубу, и на сапоги хватит. Знаешь, что, Вика? Что? Что? Знаю, Саша? Знаю. Давайте смотреть следующую рубрику. Давайте. Зато ты теперь моложе. Что ты расстраиваешься? Только папа может научить вас правильно кататься с горки. Также папа может научить вас весело кататься с горки. А еще папа первым испытает тарзанку. Конечно же, заниматься в спортзале лучше с папой. Папа очень умело обращается с дрелью. А когда подрастешь, папа научит тебя пить виски с огоньком. Берегите своих пап. Они вас многому научат. До встречи. Друзья, на этом выпуск «Дизель утра» подходит к концу. Остается напомнить, что лето подошло к экватору. Поэтому самое время всерьез задуматься об отдыхе. Говорят, что лучшее время для отдыха в этом году выпадает на 24 и 25 августа. А лучшим городом для отдыха на эти дни станет Одесса. Море, солнце, юмор. Два концерта «Дизель-шоу» с новой летней программой. О чем еще можно мечтать? Ну, не знаю. Но может, кто-то без жены хочет поехать. Саша. Приходите всей семьей. Потому что «Дизель-шоу» – это самое семейное шоу на земле. Любовниц не берите. У нас будет телесъемка. Любовницы, Саша. Тут тоже дети смотрят. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фан АйСи ТВ». Подписывайтесь. Ну, давай так, как будто ты миллион долларов выиграл. Подписывайтесь на канал YouTube «Фан АйСи ТВ». Я просто должен миллион двести. А, угу. Я понял. Подписались? Продолжение следует.